Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу немного рассказать о пользе виноградных косточек. Все мы кушаем виноград и виноградные косточки выплевываем. На самом деле в виноградных косточках содержится большое количество микроэлементов и витаминов, которые полезны для нашего организма. Вот у меня небольшой мешочек уже высушенных виноградных косточек. Это небольшая часть. У моего товарища есть виноградник 10 соток. Там различные сорта винограда, которые адаптированы для нашей средней полосы. Виноград прекрасно возревает, сладкий, очень вкусный, сочный. Из него мы делаем домашнее вино, прекрасное. Из отжимок, из виноградных делаем чачу. Ну и косточки у нас тоже не пропадают. Когда вино бродит, на дне оседают вот эти вот косточки. Мы их собираем, высушиваем на солнце и употребляем как пищевую добавку. Как я уже говорил, в виноградных косточках содержится большой запас микроэлементов. Огромное содержание фитоэстрогенов. Нехватка этого вещества негативным образом отображается не только на внешности женщин и мужчин, но и на их здоровье. Благодаря омега-6 и омега-9 в содержащихся витаминных косточках выводятся из организма токсические вещества. Также выводятся холестерин, тяжелые металлы. При употреблении виноградных косточек у нас укрепляется сердечно-сосудистая система. Косточки помогают нашим венам и сосудам быть прочнее и эластичнее. Также косточки улучшают зрительную систему нашего организма. Укрепляют сетчатку, восстанавливают ее даже при возрастных изменениях. Снимают напряжение. Сейчас я немножко расскажу, как употреблять виноградные косточки. Виноградные косточки необходимо в кофемолке перемолоть. Ну и можно чайную ложку на голодный желудок с утра перед едой просто скушать и запить водой. Либо добавить в какой-то коктейль молоко. Вот так вот с утра, каждый ежедневно нужно по одной чайной ложечке кушать. Ваше здоровье изменится в лучшую сторону. Станете красивые, молодые. Попробуйте. В течение двух недель я вам гарантирую, что вы почувствуете прекрасные изменения в вашем организме. Всем вам здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok